ребятки всем здравия приветствую вас на канале приключения электроника сегодня на ремонте вот такая платка это модуль управления вот от нее еще коробка радиатор модуль управления от беговой дорожки с названием hop sport hs 1402 при ее работе возникала такая ошибка едва за слов заказчика я к нему ездил разбирал снимал там кожух который был закручен шурупами которые уже там и слизанные были у них шлиц под отвертку был слизанный и короче этом они заржавели общем пришлось перфораторами срезать сбивать там очень помучаться пришлось она еще все было грязное в масле когда разобрал внутри там было очень много грязи пыли ну еще там и сырости влаги ржавчины и котик на туда ходил у них вот есть на она помогал работать беговой дорожки в общем диагностировали двигатель по диагностике двигатель сначала показал там всего два провода показал нулевое сопротивление как будто он в козе полностью потом его прокрутил и он начал выдавать сопротивление уже там 14 16 он то есть уже близко хоть какое-то к рабочему поэтому двигатель скорее всего я думаю еще живой вот тут имеется вот такой и бт-транзистор фгх 40 н 60 который звонится я прозвонил все ножки в коротком звонятся поэтому плату взял домой для ремонта посмотрю не знаю только в ли он вышел из строя вот тут еще more 1660 посмотрел это такой диод сдвоенный но продукт почему-то третьей ноги нет на две ножки используются отрезаны третья ножка не используется хотя на платье есть она принципе здесь никуда не идет никуда абсолютно хотят с этой стороны с этой стороны найдет идет вот видите дорожка сделано так значит так решил производитель я его позвонил он в обе стороны звонит совпадение напряжения 0 120 милливольт надо будет выпаять проверить точно вот ну и конечно я пробиваюсь своим супер приборчиком который позволяет тестировать есть и емкость конденсаторов без выпаивания пробиваюсь по всеми костям посмотрю как они ищут живы-здоровы ну и в целом буду озвучивать хоть событий так ребятки последовал я платку проверился кондера не выпаять платы абсолютно все в норме на удивление вот что еще обнаружил вот этот вот диод конечно вообще непонятная ситуация видно на плате что было впаяно вот смотрите тут такой как чуть темная или то вода попадала окислилась между двумя ногами ну вот видно что паял выпаял его вот выпаял а здесь видно что не паял а как бы ножка как непаянная было в принципе был в и на двух крайних ножках вот здесь хотя внутри ножки вообще этого диода сдвоенного мур вот он мур 1660 ст ну ситы посмотрел сдвоенный диод вот но при выпаял он был в такой вот такой вот был термоусадки закрыты ноги выпаял его снял ее посмотрел у него ведь и вот средняя нога как будто отгорела но тут среди ноги просто она и не могла быть впаяна средняя именно потому что на двух вот этих ножках он был в план посадочное место вот это вот так вот он был впаян то есть но фишка тут что вот отгоревшие на 3 непонятно вообще с этим диодом ситуация и видно что средняя нога она ну и нет кушаной лежит непонятно вообще вот короче я выпаял он прозванивается в обе стороны по 200 по 200 ом в режиме о метро и сюда звонится 70 тонн вот этот ну короче я мухана ну просто ситуация с ними понять как так вроде как отгорала ножка а две впаяны в общем непонятно одним словом может быть из-за сырости он коротнул из-за тоже там данных котик написал или вода это кондиционер коротнул на вот это и выгорела нога может быть такие побед этого все принципе остальное выиграла и об этой транзистор вот этот еще его не выпаял будут пробить это же и в цепи этого диода вот здесь вот резистор вот написан вот и под ними было видно он бы выпаял все правильно по 220 вольт 220 киловом на схеме 2 ватта то что по рисунку вот я его выпаял по рисунку вот две красных полоски 1 желтая то есть 220 килом должно быть он звонил за 150 ом схеме пока вот этот был впаян и вот этот диод я его выпаял стал звонить 33 миллиона то есть он в обрыве этот резистор вот тут еще окисленно видно как видно на камере не знаю ну короче говоря вот видишь он ржавый здесь ржавая короче резистору пришел конец внутри детали уже не годные то есть 3 детальки на будут не заказывать придут будем ставить ну еще конечно пока плату исследую еще выпает и бтш к этому ну и пробиваюсь так по всем маленьким диодиком пробиваюсь еще так в принципе схема то включалась даже работала с выдавала ошибку то есть соответственно питание все идет запитки все нормально прошивка это понимает эта микросхемка здесь на процессор там тоже все порядке раз таки валюется диагностика ошибку то есть получается именно с управлением по двигателю кстати клиент сказал что когда он включил его просто включил его в сеть в работу он выбила пробки что интересно при этом у него получается нет предохранителя даже известно вообще потому как включается все показывает на экране то было странно короче говоря как это без предохранителя ну вот его я не вижу может конечно кстати да я в правда подключал там на корпусе его может там автоматический предохранитель есть типа типа кнопочный такой самой конструкции его там скорее всего на есть но не знаю ничего не включал я специально какой-то предохранитель просто включили мою сеть он выдавал ошибку что интересно тут еще вот шлейфик подсоединяется к цифровому таблу который идет провод к цифровому таблу на экране а тут подключается двигатель но вот эти две клеммы здесь подключается сеть 220 вольт вот пока на этом все ребятки все-таки нашел крепкий охранитель немножко добыл невнимательный мягко говоря эти взрывы по ночам вот он вдохните ли в этой коробочке маленьком здесь на 10 ампер целый хоть бы шо вот не интересно как предохранитель не сгорел автоматы у человека выбило автомат очка к мимо 1 16 а то и в принципе по-хорошему на 25 но их выбило предохранитель целый удивительно если честно удивительно пришли новые детальки вот и вот и транзисторик пришел и вот резисторы пришли 220 км 2 ватта вот новенькие и вот диоды мур 1660 ct вот они среди них среди них катоды вот средняя ножка катодами и по бокам аноды не знаю конечно как работала тут эта плата на вот такой конструкции вот так вот файна было вот вот были две ножки файны крайние как она могла работать если тут два выхода ноды то есть ток будет ни туда ни туда ни в ту страницу вот допустим вот здесь станут санодов средний с катода он вышел да вот здесь вот должен выходить с катода и на ноги выходить а здесь вот двумя анодами было так в пойму двумя анодами как она могла работать их как вообще понять не могу и причем чеси клиент говорит о том что якобы беговая дорожка работала потом он и включил и она сразу выбил автоматы то есть он какой-то побегал там допустим вчера сегодня включил ее только включил автоматы выбила все он подумал что решил что завел двигатель потому как у него сгорал двигатель ему сказали не знаю лежит там у него оригинальный движок и вызвал меня вот мастера я приехал на заказ я буду впаивать естественно как оно должно быть вообще это покажу на этом вот условно вот так буду все три ноги впаивать вот придется ножки выгинать но буду впаивать как оно должно быть вообще посмотрим как оно будет работать потому что непонятно как оно работало вот просто парадокс кто ребятки кто-то фига ну напишите ваши варианты мне интересно мнение от знающих толковых мастеров никаких то там писак криворуких которые там лишь бы гадости какие-то написать а вот реально как такое могло быть как мало работать на двух крайних вот так ножка без средней ноги вот здесь вот понять не могу мне кажется что то как часто клиенты что-то не договаривают бывает такое может он давно стоит не рабочий он просто хотя и нагорел поможет он давно стоит ну что он просто подзабыл как вся ситуация была время стирает воспоминания так ребят вот уже сборе беговая дорожка хозяин и запустил минут пять она работает вот да это же получается время отсчета назад вот у нас идет время отсчета назад на 10 минут включили а на 6 минут уже получается 6 минут вот она работает вот такой здесь двигатель еще вот это плата стоит вот так она там глинает лампочка работает вот такая вот двиговая дорожка хоп спорт модель я напишу в описании километра в час старт-стоп здесь скорость плюс скорость минус все ребят на этом всем добра разумности здравомыслия на планете мидгард земля всех благ